Сейчас я нахожусь в Америке и хочу вам рассказать по поводу пригона автомобилей с Америки. Ну кто так придумает ручки? Ну это как-то, ну и дальше, что я должен делать? Приехав в Америку, мне всегда хотелось увидеть такие знаменитые вещи, как, например, Гранд Каньон или сфотографироваться возле статуи свободы, побывать у Белого дома. Но помимо всего прочего, мне очень была интересна тематика космоса, космическая тематика, увидеть настоящий живой шаттл. Ради этого я приперся в Хьюстон сейчас, для того, чтобы увидеть, откуда же начались знаменитые проблемы Хьюстона с проблемой. Приехав сюда, посетив этот музей, я был немного разочарован тем, что это не совсем настоящий шаттл, который за моей спиной. Это шаттл Индепенденс, но он не совсем настоящий. Он сделан с элементами настоящего шаттла, то есть он сделан по его примеру, использованы некоторые детали, в этот даже можно залезть, но ничего интересного внутри там нет. Ради того, чтобы увидеть настоящую стартовую площадку, посмотреть на настоящий живой шаттл, который был в космосе, я прямо сейчас отправлюсь на мыс Канаврул и покажу вам, как выглядит настоящая стартовая площадка, где находится МЕКО, скажем так, SpaceX, откуда запускают ракеты Илон Маск и где произошли самые невероятные космические события. Мы прямо сейчас туда поедем и все посмотрим. Погнали! Друзья, мы находимся сейчас на мысе Канаврул и хотим посетить супер-попер-достопримечательность, которая здесь есть. Это стартовая площадка, откуда отправлялись все космические экспедиции. Мы сейчас бежим, опаздываем, бежим на проверку Сесуриту, которая должна нас спустить. Мы очень торопимся, потому что автобус, который уезжает на стартовую площадку, должен с минуты на минуту отправиться. Мы, как обычно, мы, как обычно, опаздываем. Сминай ноги, давай, 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 дай воды, дай воды ему, подайки. Выпей! Вылететь, парад, не мыть, но мы. Давай! Все, что нам показывали до этого, на самом деле, было ничего по сравнению с тем, что вы можете видеть здесь. Это настоящая ракета, настоящая огромная ракета, посмотрите на это. Обалдеть! Вот это настоящая реальная капсула, которая вернула из космоса. Это та часть, которая отделяется от, я так понимаю, ракеты уже в космосе и возвращается на Землю. Посмотрите, реально, как она обгорела. Ребят, вот камера, в которой спят космонавты. Вот они залазят в такой мешок спальный, застегиваются. Это их личное пространство, как комната, плеер, компьютер. Вот в таком пространстве они проводят время. То есть спят они стоя. В космосе нет такого понятия, как притяжение земное, поэтому они не чувствуют абсолютно, что их тянет вниз, бок или еще что-то. Но самое, что интересное, если вы хотите перевернуться и получить такое же наслаждение, как вы получаете на Земле, допустим, если у вас один бок затек, вы на другой перевернулись, то в космосе не получится этого сделать. Это то, чего реально не хватает космонавтам. Вот так выглядит туалет космический. Вот, он тут чистый, поэтому можно смело снимать и смотреть. Вот такого он размера. Вот, кстати, пиктограммка очень интересная. Да, вот эта вот беговая дорожка космонавтов, они пристегиваются, вот показано, как они пристегиваются и бегают по ней. То есть она просто вертикальная. Вы видите, что она вертикальная, не горизонтальная, как мы привыкли. Она именно вот так размещена, чтобы занимать меньше места. Вот так это выглядит на станции космической. Блин, такие классные ощущения. Просто становишься ребенком здесь, не хочется уходить. Хочется здесь оставаться и пробовать, пробовать все клацать. Все вот эти ручки проводят переключать. Это просто обалдеть, все это дело работает. Здесь, кстати, тоже нужно разместить камеру на торпеду и снимать, как на видеорегистратор, весь ваш полет. Жалко, мне не хватает здесь кнопки, которые бы стрелял. Я посадил аппетит. После абсолютно безумного шоу, которое показывают в этом зале, открываются огромные двери. Через которые вы видите настоящий шаттл, который вернулся с космоса. Это просто непередаваемое ощущение, прям до мурашек по телу. Просто до мурашек по телу. Просто можно обалдеть. Ребят, вот этот стенд посвящен челленджеру Колумбия, который разбился. Не так давно это случилось. Здесь выставлены личные вещи пилотов, которые погибли, с их фотографиями. И о каждом здесь небольшая история. Вот, например, первый израильский пилот космического корабля, который был в этой экспедиции, разбился. Тоже вот здесь он вековечен. И самое поразительное, что здесь есть, это вот такой вот стенд, где есть кусок челленджера Колумбия. Это тот кусок, который упал на землю, когда он взорвался. Завораживает. Вот действительно, чему надо учиться у американцев, это любить свою историю, любить ее, хранить. Вот так ее освещать, пропагандировать и показывать. Вот за это просто им огромнейший респект. Потому что вот не каждая страна может вот так гордиться своими достижениями. Это просто поразительно. Просто ходишь здесь и поражаешься величию страны и то, на что она способна. На самом деле, на каком-то этапе, гуляя вот по этому выставочному комплексу, я остался абсолютно один. Рабочий день закончился, все работники ушли просто. Я гуляю один по этим залам. Здесь нет никого, можно все смотреть, все трогать, все клацать. Здесь осталась куча аттракций. Каждая интерактивная, можно поклацать рукой. И она будет рассказывать о стенде, который вы видите. Например, здесь представлены лулоходы. Это, наверное, самый первый луноход. Вот маленький луноходик, такой, как был в фильме про марсианина. Это, кстати, я сейчас нахожусь в стенде, который рассказывает про путешествия на Марс. Здесь есть красная планета, во всей ее красе. Вот в таком виде они ее представили. Здесь можно посмотреть, какого она размера. Есть очень классная тема, где вы интерактивно можете посмотреть опасности, которые вас поджидают в космосе. Например, вас интересует что-нибудь о радиации. Вот классики о радиации, и тут же на экране вам рассказывается, что, какую опасность, что за собой радиация в космосе. Вообще для детей, на самом деле, это находка. Приводите сюда обязательно своих детей, оно того стоит. Все ушли, никого нет абсолютно. Полностью зал пустой. Я не знаю, можете делать, что хочешь. Смотреть, что хочешь. Круто. Для того, чтобы попасть сюда, вам надо заплатить всего-навсего 50 баксов. За 50 баксов вы получаете целый день тупо развлечений. Вы можете ходить здесь целый день. Здесь можно увидеть тот сам луноход, который высадился на Луну вместе с астронавтами, которые они приперли с собой. Он вживой вообще просто поражает тем, какие у него колеса. У него колеса похожи на сетку равицы, как у многих из нас на даче. Это сделано для того, чтобы он не застревал в лунном грунте. Специалистам, которые разрабатывали эту ерунду, пришлось думать о том, как будут астронавты перемещаться на Луне. При этом они до конца не понимали, какой там будет грунт. Поэтому они сделали вот такие колеса, которые в земных условиях проходят практически везде. Впечатления, конечно, безумные, когда бываешь здесь и смотришь на все это вживую. Все то, что ты видел много раз в фильме. Я не знаю, такое ощущение, что ты просто побывал в каком-нибудь фильме «Армагеддон». Когда ты бываешь здесь и видишь те места, с которых запускаются эти ракеты, которые потом сажаются в океан на площадке. Это просто непередуемое ощущение. Что еще классно в Америке, что здесь все можно потрогать, пощупать, посмотреть, спросить. Здесь классные аттракции, здесь просто делают такие шоу из ничего. И это просто завораживает. Мы ездили автобусом, вы видели по всем вот этим стартовым столам, смотрели на все эти ракеты вблизи. Это непередаваемое ощущение. Единственное, чего здесь не хватает, это возможности в некоторых местах выйти, просто прикоснуться к каким-то моментам, побродить по этим площадкам. Но здесь это сделать нереально, потому что все площадки, которые нам показывали, это действующие площадки. И буквально через две недели, даже меньше, через 10 дней, на этом месте, где я сейчас нахожусь, будет очередной старт ракеты. И здесь даже уже проданы места для людей, которые хотят это посмотреть воочию. Здесь специально размещенные такие трибуны, на которые люди сидят и в бинокль наблюдают запуск ракеты. Наблюдают они буквально с такого расстояния, с которого я сейчас нахожусь. Можно будет увидеть это вот так. Я буду снимать Национальную географию. Продолжение следует...